здравствуйте блин это нереально здорово спасибо вам огромное что вы пришли я не могу перестать улыбаться вот потому что очень-очень рада кто там нам пироженки положили вам не стыдно мы же сегодня будем разговаривать о правильном питании похудении и так далее у меня нету кликера вот этого вот поэтому я буду переключать все потихонечку вот здесь но для начала я хотела вас узнать вообще чтобы немножечко с вами познакомиться зачем вам самим нужно похудение или здоровый образ жизни ответьте мне на такой вопрос чтобы другим помогать отлично хорошая мотивация да на самом деле это так экономить на здоровье можно очень много потому что я иногда когда все равно прихожу к врачу и думаю но вдруг у меня что-то не так а потом нет все нормально даже пытаясь найти себе болячки понимаю что за счет того что изменила образ питания и в принципе образы жизни в целом там активности стало здоровее и экономлю на походах к врачу так окей отлично есть еще что добавить нет да да согласна потому что когда я да да я когда рассказывал очень часто и я говорю что это на самом деле важно не только для тех кто хочет похудеть а в целом важно для любого человека потому что это дает возможность контролировать свое настроение поведение и так далее я сегодня вам очень много буду рассказывать именно о похудении в целом о каких-то таких базовых вещах после меня будет выступать еще психолог то есть сегодня у нас вообще длинный день и уже будет больше рассказ про женское здоровье гормоны и так далее поэтому я вам рекомендую остаться очень много всего интересного я тоже останусь слушать потому что она все взаимосвязано на самом деле и то как мы относимся к себе как мы относимся к своему здоровью питанию оно напрямую влияет и на наше поведение но я сегодня еще буду про это рассказывать сегодня я хочу вам рассказать о или нет да вот про основные ошибки которые люди совершают в попытке естественно похудеть как можно скорее мы поговорим про мотивацию про постановку цели потому что эти вопросы являются очень важными так вышло что многие хотят похудеть и до конца не знают как начать с чего с чего даже начать если знают потому что информации сейчас много не знают как себя мотивировать как себя поддерживать вообще на протяжении всего этого времени очень часто постановка цели неправильная только из-за того что человек худеет не для себя а скорее всего худеет по рекомендации кого-то если он сам своей голове это не осознал он просто мне надо мне надо то это ни к чему хорошему не приводит я недавно проводила несколько опросов у себя на страничке вконтакте в инстаграме для того чтобы узнать у людей что у них хорошего произойдет если они похудеют и что произойдет плохое если они не похудеют и читая ответы было видно что большинство людей хочет измениться просто потому что одну так сейчас принято возможно хочется выглядеть лучше но до конца не осознавая зачем это надо они поэтому и находятся в этом круге вечно худеющих людей которые не добиваются конкретного результата мы поговорим про базовую теорию похудения для того чтобы можно было худеть на 3-4 килограмма в месяц это такие стандартные нормальные для здоровья такие скажем так рамки которых стоит придерживаться и поговорим про меню про тренировки и вообще про то как это не бросить потому что похудеть можно я думаю что возможно среди вас есть люди которые раз когда-то своей жизни уже пытались это делать собрались на какой-то период времени но потом у них что-то случилось и они это бросили и вот этот вот цикл повторяется я сама была такой я об этом тоже расскажу и мне хотелось бы чтобы мы попробовали это как-то избежать это же сегодня об этом поговорим и я конечно же поговорю по поводу всяких ответов на ваши вопросы тоже с удовольствием а сегодня расскажу почему я сегодня здесь на самом деле потому что меня пригласили погромче я буду стараться говорить погромче вот так вышло что в моей жизни это стало для меня большим толчком и дала мне возможность в принципе самореализоваться по крайней мере на какое-то количество лет уж точно потому что я после своего похудения поняла как сильно эта проблема вообще распространена по всему миру и несмотря на то что сейчас все худеют есть куча проектов куча страниц в инстаграме тренеров и все дают какие-то рекомендации проблема не снижается и в мире процент людей которые страдают ожирением наоборот растет что в принципе довольно странно хотя наконец-таки в россии уже здоровый образ жизни стал популярен они просто какие-то там диеты сушки и так далее вот и моя в принципе основная миссия всегда была в том чтобы рассказывать людям о своем опыте делиться знаниями которые согласно науке уже опробовано так скажем потому что когда ты учишься например диетологии на каких-нибудь курсах или даже то что сейчас написано в учебниках она уже немножечко где-то в каких-то моментах опровергнута и понимаешь что здесь процесс он постоянный нужно что-то новое изучать хотя несмотря на то что исследований куча есть базовые правила которые мы обсудим которые работают так или иначе вот расскажу для начала как раз таки про то что такое главные ошибки в похудении так вышло что большинство людей пишут мне вот об этих трех и я их специально здесь вынесла потому что возможно и вы тоже в своей жизни где-то видно вот тоже с этим встречаетесь первое что мне все говорят у меня нет силы воли а я все время думаю о какой силе воли идет речь что вообще такое сила воли это какой-то волшебный голос в голове который тебе в какой-то момент говорит не ешь не ешь вон те зефирки которые там лежат он тебя останавливает что это где это как это тренировать в реальности дело в другом но на мой взгляд по крайней мере я смотрю на это с другой позиции я смотрю на это как на осознанность в своем выборе и вот например у нас сейчас здесь да есть какие-то сладкие штуки у нас на работе может быть кто-то вам приносит торт у него день рождения и тема в том что вы осознанно подходите к выбору съесть или не съесть и вариант если вы такие я на диете я не ем и потом стоите и думаете блин я такая несчастная не могу съесть этот чертов торт вот этот вариант ничуть не лучше чем вариант съесть это и потом тоже себя винить за то что вот я съела этот торт зачем я это сделала и так далее я вот вчера съела миндальный круассан и думаю блин он был очень большой вот размер был слишком большим для меня потому что я давно не ела такое но я себя не винила то есть история в том что если ты принимаешь какой-то делаешь выбор то уже следую ему и относись к этому спокойно потому что в реальности никого круассан или зефирка не убьет и не весь процесс например если вы даже сейчас худеете никуда не денется от этого то есть история в том как осознанно относиться к питанию каждому выбору в вашей жизни а не в том чтобы искать что такое сила воли у меня ее нет и поэтому я не могу похудеть вопрос вот он очень очень простой еще о чем я очень часто читаю это то что я не знаю как и не то чтобы не знаю всем понятно вроде как чтобы для того чтобы похудеть нужно меньше есть но вот эта тема за 6 себе рот она мне никогда не нравилось потому что люди очень сильно ограничивают себя в калориях потом переедают или недоедают пропускают приемы пищи совершают те ошибки которые приводят к тому что человек потом впоследствии все равно набирает вес и тема не знаю как она обычно проявляется даже не в этом она проявляется в том что а можно я яблоко вечером съем а можно мне вот это вот а можно мне выпить вина а можно то можно другое и даже история не в том что человек не знает как он пытается найти ответы на все вопросы вместо того чтобы действовать и в принципе свое время теряет вот поэтому я тоже не считаю что это большая ошибка но она очень часто встречается у людей которые хотят добиться какого-то результата и последнее это то что я боюсь что не получится я работала с людьми вот мы делали психологический курс очень интересный был такой небольшой запуск на группу в 20 человек вот мы обсуждали именно зависимость от еды и пищевое поведение и в том числе страхи так выходит что у нас огромное количество страхов я ничуть не отличаюсь от вас и в моей жизни например сейчас тоже такой период когда я очень много всего боюсь очень нужно принимать какие-то серьезные решения и эти страхи просто немножко голову вскрывают вот и они на самом деле лежат глубоко внутри нас они идут из детства и как ни странно вроде мы тут про похудения говорим но те страхи как например биологический страх выживания который есть внутри у каждого из вас и возможно он нарушен если в детстве были какие-то проблемы он может сказываться сейчас и в том числе на том как вы худеете и почему вы не начинаете потому что не хочется потратить большое количество времени энергии усилий возможно денег да если мы говорим о похудении там покупки каких-то абонементов о походе к какому-нибудь тренеру и так далее и получается что человек откладывает из-за страха точно так же как он откладывает в поиске того что как похудеть и когда он говорит что у меня нет силы воли в реальности страх вообще лежит у нас в основе всего и с этой проблемой тоже можно работать но на самом деле работать очень легко нужно просто что-то делать потому что если ничего не делать точно ничего не изменится вот мы сейчас с вами поговорим о том наверное зачем зачем худеть вы сказали несколько очень приятных вещей которые мне тоже нравятся для того чтобы продлить свою жизнь напрямую чтобы экономить на медицине для того чтобы лучше себя чувствовать для того чтобы нравится себе в зеркале у меня здесь пара примеров девочек которые похудели вот ангелина она вообще просто секс-бомба стала у нее еще до и после есть где она такая в общем там на закате в купальнике вот когда она прислала я такая боже по моему даже круче чем у меня у нее получилось а ее история была в другом она очень хотела играть на сцене и ну так вышло в нашем мире уж так приходится да с этим смиряться что есть профессии в которых нужно выглядеть хорошо для того чтобы добиваться какого-то результата не обязательно конечно есть актеры разных форматов да но для нее это стало хорошей мотивацией и в реальности изменилась ее жизнь не только потому что она решила вот мне надо похудеть потому что само по себе желание похудеть не которая не подкреплена какой-то серьезной мотивацией она очень такое прозрачное когда перед тобой лежит тортик какой-нибудь или ты приезжаешь куда-то и там какая-то вкусная еда вот и когда есть за этим что-то более глубокое как у нее например то ты понимаешь что дело вообще не в цифрах есть еще одна прекрасная девушка которая начала свое похудение из-за переезда у инны в принципе переезд это большой стресс и когда человек меняет место жительства естественно питание наверное становится не самым главным особенно когда ты не знаешь где что купить какие-то привычные продукты и так далее и в ее случае ей просто хотелось добавить в свою жизнь какую-то структуру какой-то режим который бы помог ей справиться с этим потому что это большой стресс а когда ты в новом месте не знаешь чем заняться то у тебя вообще катушки слетают я вам точно говорю я сама это пробовала вот я тут последнее время пожила в разных местах пытаясь понять где вот мое место и когда у тебя нет какого-то четкого режима и четкого плана то можно сойти с ума вот и питание в принципе в этом помогает и это очень приятно смотреть что для людей это становится не огромным слоном и таким посреди комнаты мне надо похудеть и человек такой все все усилия туда работа еще же есть учеба домашние дела личная жизнь не у всех там все классно у всех есть свои собственные проблемы у кого-то кто-то из родственников болеет и получается что вот это вот все вот это вот замещается этим гигантским слоном похудения и человек кажется ему что он вообще уже устал он еще даже ничего не начал потому что эта цель вот она вот такая супер глобальная а в реальности это может быть одна из вот таких вот один из паззлов вашей жизни и я пытаюсь вот этому научить потому что если человек соберется на время похудеет но окей классно но как ему потом с этим жить как ему удержать результат как ему потом сделать это частью своей жизни если он сразу это не начал делать если он представил это в виде какой-то огромной сложной задачи они виде просто небольших постепенных изменений хотя понимаю прекрасно сейчас весна всем хочется похудеть как можно скорее к лету и всякое такое вот ну я думаю что раз вы сюда пришли вы уже знаете кто я но в общем то вот я даже не буду на этом акцентировать внимание но вот кем я была на самом деле это было давно я уже часто говорю о том что блин я похудела так давно но так уж выходит что куда бы меня не звали у меня как будто над головой минус 55 висит знаете мигающая такая вот и мне просто приходится мириться с тем что эта история она всегда у меня будет за спиной и мало того мне очень часто сейчас когда у меня например какие-то бывают сложные ситуации и какие-то например какой-то серьезный выбор в жизни мне все горит танье ну ты же сильная ты же это сделала и я понимаю что это один из таких показателей что можно вытащить себя из жопы извините за выражение вот это реально можно сделать и тут даже дело не в похудении не в том какое количество килограммов было а в том что я находилась в очень сложном положении в реальности я была жутко закомплексованный и не общительный и я сама себя в принципе в это состояние ввела естественно повлияли родители отсутствие культуры питания с детства дома были всякие сладости потому что у меня у родителей например было голодное детство особенно у мамы и для нее еда явилась возможностью показать что вот мы теперь хорошо живем хотя мы жили очень скромно но просто вот эти все вот не знаю медовичок на маргарине такой дешевые знаете какие-то сладости никто же не знал что это плохо когда особенно газировка появилась вот как классно можно купить кока-колу что-то заграничное это просто был показателем хорошей жизни все это в целом влияло на меня и довело до того что я вот 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 так вот выглядела хотя смотрите видите даже немножечко улыбаюсь у меня очень часто спрашивают как так вышло не что я похудела как я набрала такой вес и первое время когда я начинала работать в интернете я вообще в принципе такая стеснительная девочка которая не понимала почему столько негатива мне никто не верил еще что-то мои фотографии и так далее и очень часто меня за это в принципе сильно унижали за то что я набрала такой вес хотя в целом я была ребенком и здесь на этой фотографии мне там 14-15 лет я не совсем контролировала свое питание и по идее это да вина родителей отчасти моя потому что я тоже как-то не знаю не думала о том что я как-то не так выгляжу но так вышло что у меня с детства ну дома например родители как-то нормально ко мне относились и всегда говорили что вот ты там как-то горшок в печку не поставишь что помните какая-то такая поговорка была на тему того что как а как тебя не обзови ты все равно хоть горшком обзови в печку не поставишь потому что меня конечно начали унижать и оскорблять там лет так с 12-13 когда вес уж так сильно вырос а до этого я всегда была ну чуть полнее других я вот так вот росла я воспринимала себя в зеркале как такого человека для меня это было нормой я не считала что со мной что-то не так пока мне в обществе не начали говорить что со мной что-то не так и этот диссонанс как раз таки и позволил мне еще больше потолстеть потому что я не понимала что что не так я же вроде бы ничего особенного не делаю и я к сожалению тогда взаимосвязь питания и набора веса конечно же никак не видела потому что в моей семье хороший аппетит значил что все здоровы вот тут мне наверно это была другая фотография это мы раньше ездили хотя купальник тот же самый вот здесь мне вообще 12 видите я такой пухляш и вроде бы ничего а это вообще самая классная фотография пиво не мое вот это было за городом и так выходило что у меня родители устраивались на лето работать детский садик для того чтобы я тоже как бы с ними выезжала вместо лагеря и вот я там отличное время проводила недавно писала пост в инстаграме про рыбные котлеты я просто помню как мне мама по 10 штук приносила я их ела было так вкусно потому что еда это вкусно и я не понимала что я делаю что-то неправильно и в реальности со временем просто ты понимаешь что это огромный стресс и многие люди это откладывают даже сейчас когда вы уже понимаете что лишний вес для вас может быть некомфортным но у вас есть в жизни нарушение например пищевого поведения вы замечаете что вы переедаете в те моменты когда например у вас происходит что-то в жизни может быть что-то хорошее или что-то плохое у меня была история когда я человек который вроде бы уже давно похудел но у меня случилось там в жизни большое горе у меня умер папа я три дня подряд съедала по целому пирогу такой торт йогуртовый из желе сверху в ягодами знаете наверное такое видели вот 136 калорий на 100 грамм но в целой упаковке сами понимаете я просто не знала что сделать чтобы мне стало лучше нифига не работает вот факт но вот и даже я в тот момент действовала по той старой схеме который я выучила давно к сожалению она не работает и в принципе она в моей жизни она не работает как лечение она не работает для меня больше но для многих людей она работает и вот эта история со стрессом она вот остается на самом деле на долгие годы и я лично сама вот видите как искренне улыбаюсь на школьной фотографии в 2000 по-моему это 2007 год или 2006 год а вот так вышло что набор веса и то отношение людей ко мне но накопилось и я стала жутко необщительной закомплексованная я год провела в принципе ни с кем практически не общаясь с наушниками ездила там домой в автобусе и не знаю покупала я помню мороженое брала кассеты в прокате и так проводила свое время вот целый год и мечтала вот я вырасту не знаю строюсь где-нибудь в офис работать буду там сидеть ни с кем не общаться и все у меня будет нормально что ни одной хорошо а вот так примерно но в реальности нет нифига не хорошо конечно же вот и начались другие проблемы помимо того что количество страхов стало больше потому что как-то себя не уговариваешь том что ты такой и один справишься все равно тяжело все равно хочется общения все равно хочется быть такой же как другие люди смотреть на них как они улыбаются играются встречаются вместе куда-то ездят хочется быть частью компании какой-то это нормальное ощущение любого человека десуне с унижениями жить тоже не прикольно плюс у меня начались проблемы ладно окей одежда это давно стало проблемой отдышка у нас в школе была такая история что мы ездили куда-то мы ездили на дополнительные занятия это было как это у пк кто нибудь вообще слышал такое вот да и это нужно было ездить куда-то и нужно было ходить от автобусной остановки ну я так могу прикинуть километра два наверно и я такая зимой пуховики в колпино просто пуховик такой гигантский я иду у меня дышка мне стыдно сказать своим там одноклассницам типа давай типа медленнее вот это приносит жуткий дискомфорт и в моем случае я действительно думала что вот ну я такая какая есть пока сама не поняла что я на самом деле себя такое тоже не принимаю мне некомфортно мне тяжело нужно что-то менять но ты не знаешь как не знаешь где найти силы в моем случае конечно это стало ну тот последний пинок он был не очень приятный так вышло что у меня был выпускной и все такие игрались развлекались там фоткались а со мной никто не общался я рдала потом мечтала уйти в колледж денег не было в семье на дорогу еду и так далее и в общем я поняла что если я сейчас что-то не сделаю и не изменюсь то вообще скорее всего там 10 11 класс в этой школе это будет полный провал я как-то собралась мне еще попалась какая-то книжка карнеги и в общем за лето я там похудела немножко и я немножко внутри изменилась то есть я стала какой-то более общительный потому что сейчас до сих пор я общаюсь например с подругой с которым уже дружим о боже скоро будет 20 лет со школы и она мне сказала с тобой тогда общались не общались не потому что ты толстая потому что была такой душный честно да так и было но я об этом не знала вот бывает и и есть буквально пара вариантов да это либо принять ситуацию как я говорила про осознанный выбор в питании ты либо вот съел и приме уже это ты от того что ты занимаешься самобичеванием и торт этот из тебя уже обратно не выйдет я надеюсь что никто этим не промышляет у нас ну вот потому что это очень очень вредно для желудочно-кишечного тракта вот и либо нужно что-то делать нужно что-то менять я решила поменять похудела вот а потом решила про это рассказать и я уверена что у вас если есть эта проблема или вы просто хотите поменять образ жизни то у вас тоже обязательно получится главное нужно понять что это вам нужно ради чего и что вы это именно хотите они кто-то вам сказал типа а давай-ка ты похудеешь сказал тебе парень а ты такая дом не вообще и так нормально если тебе и так нормально то есть слава богу есть очень много людей у которых есть какой-то там лишний вес или фигура не соответствует стандартам красоты в инстаграме фитнес-телочек которых сейчас полно но они живут себе счастлива и нормально и этот вес не влияет на их здоровье так зачем зачем подгонять себя под какие-то стандарты потому что не факт что если ты будешь соответствовать идеальной картинке что ты будешь счастлив к сожалению счастье слишком такая сложная история не всегда зависит от этого вот а по поводу того что сейчас очень популярен бодипозитив это полные девушки которые выкладывают свои фотографии какие-то свои недостатки говорят о том вот я такая какая я есть и так далее я в принципе за что человек любит себя в любом виде потому что есть растяжки есть у кого-то не за нос кривой там у кого-то еще что-нибудь родинки веснушки какие-то еще там не знаю пигментные пятна есть очень много историй когда человек как бы не совсем соответствует тому как бы вот в целом какому-то идеалу девушки например которая вот там вот сейчас вот очень популярно но любить себя толстыми мне вот именно это не очень нравится потому что в реальности если мы себя правильно кормим если мы даем себе адекватную физическую нагрузку и если конечно у вас там не было супер большого веса в прошлом то ваш организм и сам подстроиться вы и сами увидите что тело поменяется и она будет как бы от природы таким какой оно должно быть потому что у нас конечно ритм жизни немножечко нарушен мы очень много там где-то сидим проводим время за компьютером не досыпаем это влияет на выработку гормонов и так далее но в реальности если соблюдать такие простейшие рекомендации по питанию и физической активности не обязательно там тренировкам в зале то ваше тело будет соответствовать тому и своему вот естественному какое оно должно быть и со временем это нужно будет просто поддерживать баланс вот всегда об этом говорю но я встречаю вот еще одна проблема из-за чего люди не могут похудеть у них нет поддержки я увидела это огромном вообще просто количестве когда провела даже первый вебинар и мало того его посмотрела 2000 человек и история с поддержкой она вызвала самый большой резонанс так выходит что иногда в семье кто-то не поддерживает кто-нибудь смеется у меня например действительно был период когда у меня мне нужно было похудеть еще я весила уже 65 и мне хотелось как бы похудеть но я просто не совсем как бы вроде бы уже нормально да когда-то весил 105 и тут 65 и так вроде бы молодец мне одной хотелось мне никто особо не поддерживал но вот у меня было личное желание и только в этот момент я поняла что иногда поддержка это классно друзья у нас у всех есть но только ты сам себя можешь как-то вытянуть и и я сейчас вам расскажу про простейшие рекомендации кто когда-либо сталкивался с например какой-то психологии все наверное слышали про аффирмации это то что работает и оно работает на самом деле я даже сейчас их делаю каждый день стою перед зеркалом и говорю себе я сильная смелая я сама себе опора я вам серьезно говорю я это делаю вот и и каждый раз думаю я не сумасшедшая стоит добавить или не да типа того на самом деле аффирмация это давняя техника которая в принципе физиологами подтверждает о том что это действует на наше подсознание и соответственно если человек только сам в это верит все что он говорит это влияет на кору головного мозга и человек сам меняется притягивая то есть это не какое-то волшебство я тут нагадал короче намолился хотя молитва мантра это тоже аффирмация по идее согласна с этим ведь это тот период когда ты как бы сам себя прощаешь или что-то для себя понимаешь чувствует что есть возможность как-то вот повлиять на свое состояние и она обязательно должна начинаться с момента там я или мне то есть фишка в том чтобы как бы на себя работать на другого человека не работает мимика вообще научно доказано я читала исследование забыла как зовут девушку она психолог гарвардского университета о том что мимика влияет и позы тоже я сейчас это объединю для того чтобы быть скорее потому что точно не успею рассказать все что я хочу а мне много хочется успеть вот я понимаю что меня потом это попросят в общем если вы чаще улыбаетесь это реально сказывается просто за счет передачи нейронов ваш головной мозг и поза например перед перед проведением каких-то мероприятий большинство людей кто выступают я тоже смотрела там по публичным выступлением есть секрет нужно постоять позе победителя вот так вот и ты сам себя настраиваешь твоя осанка твои позы если человек сидит расслаблено и себя вот в это состояние как бы погружает то у него реально снижается выработка кортизола кортизол это гормон стресса который в принципе очень сильно на нас влияет не досыпаем кортизол а он еще нарушает выработку мелатонина гормона сна а тот отвечает за выработку гормона роста и получается что любой любые вещи которые у нас есть в жизни где мы пропустили прием пищи где мы не доспали где мы понервничали все сказывается на том что выделяется кортизол и для того чтобы себя вот в этом состоянии хоть как-то контролировать мы можем использовать такие простейшие психологические техники просто в течение дня вроде бы это не совсем связано с похудением а на самом деле влияет просто слишком уж наш организм сложный и неизученный особенно наш мозг это вообще вот так что в моем понимании здоровье это получение никаких то вот результатов и я вот так вот выгляжу я вот такая стройная классная и мне лайк в инстаграме поставит эта возможность питаться заботиться о себе и получить вот ту форму которая от природы у вас должна быть это довольно просто и не стоит на этом сильно зацикливаться просто нужно начать с маленьких вещей и об этом тоже мы попозже поговорим и в общем то вот да мне действительно хочется чтобы люди думали про самочувствие а не только про внешность потому что я сама долго гонолась за какой-то внешностью поняла что это не является залогом счастья ни капельки кратко поговорим о том что такое мотивация вообще я сейчас буду мне кажется в темпе говорить чтобы все успеть что презентация большая фраза про представление которое определяет ваше поведение это мне рассказал еще мой друг и он по бизнесу это применял но в реальности я это применяю к истории с похудением почему потому что представьте вот вот здесь у нас два небоскреба между ними натянут канат и по этому канату я предлагаю вам пройти вы мне говорите таня ты рехнулась зачем мне идти по этому канату я боюсь высоты вообще с ума сошла у меня нет страховки я говорю а за 100 долларов мне говорить ну как бы не вариант и тут игр и миллион и кто-то начинает задумываться я игра со страховкой мотивация становится больше а если я говорю на том конце сидит ребенок ваш например ваших друзей и вы понимаете что вот он уже ползет краю если вы сейчас не сделаете что-то то он умрет и возможно мотивация денег вообще отпадет то есть история в том что представление определяет поведение она вот так вот очень простым примером с этим небоскребами доказывается что именно от нашего представления о чем-то и идут какие-то наши действия хотя можно нафантазировать и жутко накосячить это я говорю по личному опыту ну вот про виды мотивации вообще это такая очень психологическая история но она тоже работает то есть мотивацию можно подразделить на виды с этой точки зрения и потом расскажу про другие до моменты которые даже вывод повторяли сегодня когда мы только начали внешняя к нют и пряник очень понятно легкая аналогия со школой когда у вас есть учитель который говорит не выполнишь домашку получишь два не выполнишь там ее несколько раз тебя не перейдут следующий класс но к сожалению вот это вот внешне когда тебя кто-то пинает она не очень хорошо заканчивается из-за того что человек получается сам может стать не самостоятельным и вы все знаете что есть огромное количество людей которые потом в жизни не могут не знаю университет закончить или не могут найти себя в жизни потому что они привыкли что мама учить или еще кто-то их постоянно вот так вот пинал есть пряник это когда тебя поддерживают за что-то она мне нравится больше потому что я отношу это еще к позитивному подкреплению которые используют с людьми которые худеют потому что например в том курсе в который у меня рассчитан на 12 недель там понедельное это и я прописываю дни когда человек должен пойти и отдохнуть когда он должен сделать себе там горячую ванну или когда человек должен пойти и не знаю как-то себя порадовать например он целую неделю проводил там тренировки и соблюдал режим и он тогда идет на массаж такое позитивное подкрепление которое работает для того чтобы человек просто немножечко легче переносил процесс тот же самый похудение если говорить про внутреннюю мотивацию это то что я в своей жизни очень часто использую но единственное предупреждаю это может снести вам крышу конкретно когда у тебя цели постоянно меняются ты хочешь большего и большего и большего то наступает тот момент когда ты уже перестаешь ценить то что у тебя есть и не то чтобы даже перестаешь ценить ты просто немножечко загоняешься и попадаешь такую какую-то гонку бесконечную потому что есть такой термин как гедоническая адаптация это вот вы представьте вас позвали на свидание и и вы такие вот вот уже вот так вот все короче внутри радуетесь пойду куплю себе платье ходите там два часа вон всю галерею не знаю обошли нашли себе платье сходили на свидание в общем получилось как не очень возможно и это платье уже лежит где-то и она уже не имеет той ценности которую она имела в тот момент когда вы дома стояли перед зеркалом этот вечер наряжались и поэтому история с целями ее нужно очень четко отслеживать и ставить себе адекватные цели и самое прекрасное естественно это мотивация которая в пути которая меняется со временем когда вы сами себя поддерживаете то есть принципе в комплексе лучше все использовать вместе для кого-то работает мотивация кнутом когда у человека есть еще тренер дополнительный человек который его отслеживает для кого-то например для меня не работает когда меня обзывают жирной скотиной и есть такие проекты в интернете и для людей это работает люди любят когда их унижают я этого не понимаю но оказывается такое существует вот а для кого-то именно цели да и в принципе если это будет адекватная цель нужно понимать что будет после то есть нужно уже прослеживать не только там типа мне нужно похудеть до свадьбы влезть в свадебное платье свадьба летом а потом уже осень можно уже и шерстяные штаны надеть и уже как бы обратно все это вернется нужно понимать что нужно в процессе менять свое отношение даже если цель вот есть какая-то конкретная и классно что она вас двинула с места но в процессе нужно менять это иначе ну как бы будет очень жалко потом потому что то количество людей которые по статистике удерживают результат она просто минимальна вот порядка восьмидесяти там восьми процентов людей набирают вес обратно кто-то килограмм кто-то 3 кто-то 5 кто-то 10 кто-то обратно все что он сбросил то есть удержание вес является наиболее сложным процессом чем сам процесс похудения так как понять что ты хочешь опять же психологические техники свод анализ вы кто-нибудь экономику я вот экономист я ужасный экономист слава богу хотя иногда думаю могла бы быть но в общем нет не вышло я про него чуть попозже расскажу там будет у меня картинка специально нашла чтобы вам показать как его делать именно в похудении потому что блин работает список личных достижений когда мне плохо тяжело и я могу обратиться к своим друзьям которые мне скажут тайна ты такая молодец ты вот тут сделала тут сделала тут сделала и ты такой думаешь блин и правда же была сильная чего сейчас расклеилась но можно сделать самостоятельно нужно составить список своих личных достижений когда я попросила девочек это сделать мне кто-то сказал да я вообще ничего не смог сделать игру ну как так как это у тебя ничего не получилось университет закончила не достижение что ли достижение сходила на тренировку тоже достижение можно же это растягивать на всю жизнь можно растягивать на одну неделю для того чтобы просто понимать что ты на самом деле не дерьмо как ты себя считаешь иногда а такое бывает мы себя не очень любим и случаются моменты когда нам хочется себя как-то не знаю поругать что ли заняться самобичеванием нет на самом деле если вы составите список вы увидите что в своей жизни добились очень многого и даже если это не соответствует каким-то критериям как бы не знаю богатство радости успеха счастья которая сейчас везде транслируется то в вашем мире а все мы живем в каком-то нашим все равно иллюзорном мире иногда когда я думаю может быть я немножечко ку-ку мне все мои друзья в уме которых я уверена они играют ну вообще мы тоже в своем собственном мире живем и как бы мы его сами создаем и на самом деле если так посмотреть то это просто личное видение вот и анализ мотивирующей деятельности тоже вспомните когда в последний раз что вас мотивировало это был человек который вам позвонил и вы загорелись идеи что-то сделать это было просто внутреннее желание к переменам вот у меня с ним проблемы я вообще не не могу сидеть на месте и как бы случились проблемки из-за этого потому что постоянно хочется что-то делать но вы должны понять что именно вас мотивирует меня в последний раз вот смотивировала данном похудение проблемы со здоровьем и негативное вот взаимоотношение социумом потом в дальнейшем когда я уже похудела весело около 75 ходила на работу ходила в университет на вечерние у меня случились такие проблемы со здоровьем из-за диет я просто не встала на работу мой молодой человек звонил моему начальнику этот спрашивала что-то с ней сделал а я просто сидела на луковом супе как бы худела на 8 килограмм за неделю мне обещали что похудею подруга на работе офигеть не похудела ела очень мало просто организм истощился и проснулась меня вот так вот колбасит вот соответственно вот это истощение оно и сказывается на том что человек потом конкретно так страдает поэтому подумайте о том что вас может мотивировать про колесо жизни вы наверное знаете это примерно то же самое что майн карты колесо жизни это когда вот такой круг вы делите его на восемь частей и там прописаны разные сферы вашей жизни здоровье бизнес работа учеба самообразование саморазвития возможно какое-то там общение может быть хобби еще и вы смотрите в какой из ваших частей жизни чего не хватает потому что в реальности похудение прикольно сочетать например хобби может быть не поход в тренажерный зал где тренер будет вас пинать вы вообще ненавидите эти железки а вы пойдете за не займетесь сквошем например как вариант и это будет сочетание тренировки любой физической активности с вашим хобби новым это тоже очень классно или танцы например а про свод анализ здесь отдельный у нас пункт все наверное помнят кто не помнит это когда ты прописываешь свои сильные и слабые сожженные возможности и угрозы я по этой штуке последние несколько месяцев пытаясь определиться что мне делать в своей жизни прописывала очень много всего прописывала с кем жить где жить что делать с работой какой бизнес выбрать куда двигаться в похудении тоже если ты понимаешь зачем например мне нравится спорт офигеть у тебя классная сильная сторона то есть нравится какая-то физическая нагрузка ты смотришь что у тебя есть возможность например ходить на него три раза в неделю там по часу или у вас есть возможность купить абонемент фитнес-клуб у вас есть возможность попросить кого-то там с ребенком посидеть например это тоже класс вы видите свою сильную сторону и внутри и снаружи у вас есть какая-то поддержка есть слабые стороны как например переизбыток информации вы не знаете что делать то есть возможно вы не понимаете какую диету выбрать как совмещать питание и тренировки вы хотите наиболее эффективно действовать а иногда какие-то мелкие моменты в принципе в режиме сказываются и вы смотрите что у вас например нет поддержки какой-то вы можете придумать вариант как ее исправить взять подругу взять еще кого-нибудь и ходить на спорт вместе например для того чтобы у вас была поддержка потому что если ты сам перед собой может быть не ответственным и не соблюдать свои обещания то возможно общаясь с кем-то другим и договариваясь о тренировке тебе уже будет стыдно ее пропускать вот и есть еще вариант угрозы вот обычно у меня вот это было всегда кто-нибудь сладенькая домой покупает нужно просто найти себе альтернативу я использую курагу моя альтернатива курага вот потому что она вкусненькая сладенькая тоже и она гораздо лучше и когда кто-то рядом ест сникерс ты смотришь такой берешь кусочек от него маленький съедаешь думаешь зато целый не съел и кровь ешь секрет вот такая история так надо двигаться дальше переходим быстрее потому что еще много всего основные правила это базовая теория похудения питания физическая активность восстановление удовольствие от процесса я не просто так говорила про позитивное подкрепление потому что кортизол зараза портит нам жизнь и естественно дисциплина они мы тоже поговорим вкратце вот все что я сейчас буду говорить давно известно и ничего с этим не сделаешь есть стандартная пирамида питания в которой есть основа это как в пирамиды маслу да пока не закрыл свои базовые потребности дальше не иди примерно то же самое у человека в рационе обязательно должны присутствовать полезные жиры какие-то источники белка это мясо морепродукты яйца а если вы вегетарианец это тоже можно использовать только тогда немножечко другие будут источники белка и очень нужно будет следить за аминокислотным скором потому что это все очень классно конечно есть очень много примеров людей которые вегетарианцы здоровы и всякое такое но с точки зрения здоровья анализов и так далее уж очень есть много нюансов вот и потом мы смотрим есть фрукты и овощи и ягоды то есть это то в принципе что мы все едим то на самом деле одно и то же мы приходим в магазин у нас в корзине примерно всех одно и то же просто кто-то выберет полуфабрикат кто-то выберет какую-нибудь лазанью готовую которую запихнул микроволновку она готова а кто-то может заморочиться пойти купить фарш из индейки как я например купить листы цельнозерновые купить овощи и заморозку и сделать свою лазанью которая будет более здоровом варианте без вот этого вот все вредного что содержится обычно которых готовых продуктах вот дополнение у нас идут бобовые зерновые молочка и естественно для того чтобы придавать вкус специи травы и лимон и так далее соль перец почему работает по-моему здесь очень понятно здесь очень хорошо отражено о том что наше здоровье в целом зависит от того сколько у нас в организме витаминов и минералов все мы их получаем из пищи если у нас пищи чего-то не хватает соответственно у нас нехватка пищевых веществ если наш рацион не очень классный что очень часто встречаются людей кто ест на бегу у него не хватает времени он пропускает приемы пищи то мы видим что у нас не хватает здоровья для того чтобы классно себя чувствовать мы чувствуем что это сказывается на внешности ногти и волосы у меня просто были ужасные кожи я не знаю все это мучило меня безумно когда я как раз таки вот всем этим делом занималась ходила неправильно и энергия соответственно тоже то есть вот эта вот табличка она наиболее классно отражает то что если ты наполняешь себя вот с этой части как и там до зелененькой то у тебя гораздо больше энергии а если ты используешь какие-то там сахар насыщенные жиры да то что содержится в большом количестве жирной пищи в шоколадках там еще транс жиры это вообще ужас изобретения пищевого производства для того чтобы продукты не портились насыщается жир молекулы и водорода и поэтому могут эти шоколадки и печеньки лежать в магазине там просто по полгода ничего с ними не происходит и не странно ли это потому что яблоко откусил она сразу портится видите уже до что процесс идет короче вот эта вот история с такой более здоровой пищей с той которая должна лежать в базе она работает почему она еще работает потому что кишечник кишечник наш он вообще управляет нами и сейчас если посмотреть большинство исследований особенно связанных с нейробиологией у меня просто подруга она вот заканчивая сейчас phd получает мы очень часто с ней это обсуждаем вот в финляндии вот как они живут в этой финляндии там же еще более грустно вот да и суицидов говорят много хотя возможно это все-таки неправда нам слишком спокойно но они очень много пьют на суицидов да может быть там слишком спокойнее до япония да но в японии там вообще потому что очень сложно жить ну в общем к чему говорю к тому что кишечник нами управляет и чем больше мы это изучаем сейчас с точки зрения науки тем больше мы видим что у нас есть определенная микрофлора там знаете да пробиотики и пребиотики одно это те бактерии а второе это чем мы их кормим и если мы кормим свои бактерии чем-то неправильным а мы часто это делаем получается мы хуже себя чувствуем нас нарушается работа желудочно-кишечного тракта у нас выделяются не те гормоны и она все вот так вот закручивается когда мне приходит девушка говорит я у меня гормоны у меня проблемы не могу похудеть не знаю что мне делать какую диету сесть я говорю давайте разберемся что проблема с гормонами началась не с того что у тебя лишний вес а ты вначале набрал лишний вес потом появилась проблема с гормонами теперь ты не можешь похудеть то есть лишний вес это не причина гормональных нарушений это как бы это вполне нормальное следствие да то есть гормональные нарушения являются следствием того что ты набираешь вес они типа у меня сбились от гормона я потолстел Нет, оно не происходит так, оно как бы все взаимосвязано. И в большинстве случаев только 7% людей имеют настолько серьезные проблемы с гормонами, что им не сбросить вес. А впоследствии, когда ты налаживаешь свое питание, у тебя со временем улучшается микрофлора, у тебя улучшается работа желудочно-кишечного тракта, начинаешь худеть, далеко не сразу. Есть люди, которым приходится по 10 месяцев делать это, не видя серьезных результатов, что впоследствии организм дал хороший результат. Переходим дальше. По поводу правила композиции тела. Эта информация, она как бы уже давно известна, есть на это определенные споры, но все-таки наша диета, то есть наше питание, мы говорим под диетой, подразумеваем здоровое питание, оно влияет на результаты гораздо больше, чем физическая активность или генетика и обмен веществ. То есть вот это вот все, оно как бы вместе взаимосвязано. Пойду дальше, чтобы успеть побольше рассказать. Для того, чтобы снизить вес, есть несколько вариантов. Вы можете увеличить активность физическую, не меняя свое питание. Соответственно, у вас просто, вот у меня так было, я не сильно изменила, как бы изначально, когда я была очень толстая, я изменила питание, сократила, да, я вот пошла вот по этому, сократила количество пищи. Впоследствии я уже, ну просто некуда было сокращать, но я пошла учиться, работала на вечернем, наоборот, работала, училась на вечернем, активности было больше, потому что нужно ехать на работу, там отстояла 9 часов, потом университет 4 часа домой, короче, так по кругу это зацикливалось на, в принципе, 5 лет. И получилось, что активность увеличилась, и я худела, ну, какое-то время за счет этого. Есть вариант совместить два, но это как бы прикольно, но нужно смотреть для того, чтобы не было очень низкого количества калорий, потому что иногда это сложно. Естественно, за счет того, что у вас есть в организме достаточное количество калорий для того, чтобы поддерживать жизнедеятельность, и есть физическая активность, это помогает обменным процессом идти быстрее. Но если очень сильно это дело погасить, то мы включаем режим сбережения энергии, наш организм сам это делает, он вас не спрашивает, и получается, что вы можете ничего практически не есть, можете много тренироваться и не худеть. У меня такое было. У вас происходит истощение, но истощение не, может быть, даже физическое, а именно мышечные ткани, и тем самым вы еще ухудшаете свой метаболизм, и, в принципе, терять мышцы нехорошо, потому что именно они помогают сжигать больше жира и, в принципе, помогают лучше себя чувствовать. Но это отдельный разговор, не будем про митохондрии сейчас с вами разговаривать, иначе не успеем. Вот. По поводу того, что есть в нашем рационе. Все продукты, которые у нас есть, это белки, жиры, углеводы и алкоголь. Пьете? Вопрос. Вот. Алкоголь 9... В алкоголе 7 калорий, господи, 7 калорий на 1 грамм. О чем это говорит? О том, что, например, в белках 4, в углеводах 4, в жирах 9. Но жиры, это мы говорим про полезные, это те калории, которые нам нужны. Калории из алкоголя, они сразу идут в энергию, они не усваиваются нашим организмом, поэтому, если вы выпиваете алкоголь, заедаете это чем-то и не двигаетесь, то это все дело очень быстро переходит в жир, потому что алкоголь еще увеличивает желание поесть. Это мощный-мощный-мощный способ съесть больше. Алкоголь сладкий, это огромная нагрузка на организм, и калорий там, естественно, еще больше. Это мы говорим просто про грамм спирта. Поэтому, естественно, алкоголь нужно держать под запретом на большую часть времени. Но какое-то количество, это нормально. Я не выступаю за то, чтобы вообще никогда никто ничего не пил, потому что я, например, могу выпить бокал вина, или там летом какой-то коктейль, тоже не считаю, что это страшно, если ты в целом следишь за своим этим. Но со временем, когда ты от этого отвыкаешь, то потом уже не хочется. Вот я даже не помню, когда я что-то последний раз пила. Наверное, бокал шампанского на Новый год. И голова потом болит, в общем, не очень хорошо. Белки, жиры, углеводы, понятно. Распределение, вопрос неспорный. Только не говори, что нужно закругляться. Я только начала. Ладно. Это можно тоже контролировать. Именно вопрос распределения. Но действительно, в дни тренировки нужно смотреть, чтобы у вас было гораздо больше углеводов, потому что они дают энергию. Здесь у нас вот написано «зерновые овощи». Это самые лучшие источники, да, для того, чтобы вы тренировались. Очень многие люди боятся есть углеводы. Не знаю почему, потому что для нашего организма картошка – это не так страшно. И макароны там тоже, и хлеб тоже. Я вообще ем все. У меня, когда кто-то со мной ест, иногда бывает извиняются за то, что они едят, а потом смотрят, что я заказываю тоже все, и как-то успокаиваются. Потому что в реальности для нашего организма все продукты перерабатываются в глюкозу. И если мы говорим о том, почему боятся люди углеводов, так стоит бояться сладостей, потому что они очень быстро усваиваются. У нас получается пик инсулина в крови, и человек очень быстро получает энергию. Съел что-то сладенькое – это хорошо. Потом у него очень резко наступает гипогликемия, и, соответственно, у него опять чувство голода. Поэтому сладкое можно, но чуть-чуть. А лучше делать акцент на зерновые. Если мы говорим по поводу того, что диеты не работают, о чем я говорила, о том, что вот огромное количество людей, если это все сложить, я думаю, где-то как раз 80, как я и говорила, будет, а люди набирают вес обратно. На диете что мы видим, почему у человека проблемы? Потому что нарушается питание, нехватка питательных веществ, у нас нет сил на физическую активность, мы не чувствуем себя энергичными. Это нормально, если вы только вступаете на путь похудения, когда резко меняется питание, и вы даже все делаете правильно, может и голова болеть и так далее. Это нормально. Но если это продолжительное время, то это говорит о том, что вы просто мучаете свой организм и получаете, например, вот стресс, который влияет на гормональную систему. Кортизол, он нафиг рушит работу в целом организма. Нездоровый сон, плохое самочувствие, проблема с внешней красотой. А переедание, естественно, очень понятно, откуда берется. За счет сахара и соли, которые добавляются в большинство продуктов, которые у нас используются. Потому что это самые главные наркотики. И как это работает? Когда вы съедаете что-нибудь сладенькое, вкусненькое, может быть, даже солененькое, вкусненькое, то выделяется дофамин. Это гормон удовольствия, который работает очень легко. То есть это как подкрепление. Вот вы попробовали что-нибудь одно классненькое, вам понравилось и вам хочется еще. И выработка большого количества дофамина сделает нас небольшими наркоманами. Есть даже книга «Соль, сахар и жир», как пищевые производители посадили нас на иглу или что-то в этом роде. Вот она как раз-таки это очень интересно описывает именно с той точки зрения, как собираются группы людей, как их анализируют, как они подсаживаются, не знаю, на какие-нибудь хлопья, на какие-то новые продукты, для того, чтобы пищевая промышленность росла и процветала. Так. Вообще ничего не успеваю. Мне так хочется вам много рассказать. Зачем тренироваться? Понятно. Лучший сон, ниже утомление, энергичность. За счет того, что вы лучше спите, у вас нормальная выработка мелатонина, у вас гормон роста работает тоже нормально. Это мощный жиросжигатель для нашего организма. За счет, соответственно, регулярных тренировок мы можем снизить уровень стресса. Это прописывают людям, которые, не знаю, даже в психушке лежат. Укрепить иммунную систему и заботиться, в принципе, о своем здоровье, о сосудах и так далее. Если мы говорим о том, как менять свою программу тренировок и так далее, то нужно снизить калорийность питания и менять режим. Вы можете менять его за счет простых моментов. То есть организм со временем адаптируется. Так уж вышло. И адаптация происходит довольно быстро. У всех, конечно, по-разному. Но если вы некоторое время делаете одни и те же действия, то вы можете вступить на период, когда у вас плата и вес не меняется. И то же самое в достижении каких-то физических результатов. То есть нужно просто что-то видоизменять. Это может быть программа питания, это может быть программа тренировок. Например, повышение веса, снижение интенсивности. Что-то качественно новое. Если мы говорим про правила питания, про тренировки, как я и сказала, в период тренировки, в день тренировки, у вас должно быть больше сложных углеводов. Если мы говорим про тренировку утром, я не рекомендую делать какие-то серьезные нагрузки натощак. Это, опять же, кортизол, который у вас всю ночь там выделялся, потому что у вас уже гликоген истощился. Я бы рекомендовала какую-то легкую зарядку, может быть, растяжку, немножко йоги. Это окей. Если вы хотите потренироваться и сделать кардио, то лучше съесть за полчаса какой-то легкий белок, яичный белок, например. Немножко перекусить. И вам плохо не будет. Это тоже очень важно. Но по-хорошему, лучше всего, когда вы поели полноценно там каша, яйцо и еще что-то, это все дело переварилось, и через полтора-два часа у вас тренировка. То же самое и днем, и вечером. То есть, если вы после тренировки боитесь есть, то не надо бояться есть. Не так это работает. Типа, вот я потренировался, похудел, поел, потолстел. Это может быть только, если вы взвешиваетесь каждый день. Да, там в сауну сходили, девушки любят сходить в сауну такие, и вот они потом типа похудели. Нет, процесс жиросжигания, он идет совершенно по-другому. Это вода вышла. Кто-то боится даже воду пить. Двух часов не хватает после каши. Естественно. А, тяжеловато заниматься? Смотря какое количество каши там. Нет, там 150 каши. Готовы уже? Готовы уже. Ну, может быть, стоит поменять, может быть, сделать хлебец какой-то зерновой. То есть, чтобы... Да, я в итоге омлет ем, да, с хлебом. Мне так проще. А вот кашу у меня через два часа... Хотя вообще каша обычно быстро переваривается. Ну, это особенности, да, особенности человека. То есть, вот... Ну, это вообще тот факт, что нужно под себя все подстраивать, от этого никуда не деться. И поесть после тренировки, это нормально. Если вы занимаетесь вечером, если это довольно поздняя тренировка, то лучше, опять же, до нее, там, не знаю, в 5, в 6, в 7 поесть, если вы потренировались, и после нее тоже такой же легкий белковый перекус, для того, чтобы у вас в организме что-то было. Про самодисциплину коротко. Итак, наш мозг. Есть у нас рептильный мозг, самый первый, мозг млекопитающих и неокортекс, который отвечает за то, что мы думаем. Мозг млекопитающих — это то, что отвечает за наши эмоции. И для того, чтобы продлевать самодисциплину, и, как я говорила, да, мы делаем какие-то такие простые моменты, типа друга зовем куда-то для того, чтобы соблюдать тренировки. Мы, возможно, используем, там, не знаю, какие-то позитивные подкрепления, радуем себя чем-то, устраиваем там себе массажи за хорошее поведение. Есть еще другие моменты, как пополнение когнитивного ресурса, которые помогают нам. Это для того, чтобы у вас саморегуляция вырастала. Под пополнением когнитивного ресурса я имею в виду то, что вас радует. Вот. И то, что делает вам лучше. Например, водички попить в течение рабочего дня — это тоже, на самом деле, пополнение этого ресурса. Регулярное повторение одних и тех же вещей тоже очень понятно. Когда вы входите в систему, вначале сложно, потом проще. Не знаю, все прекрасно помнят, там, первый день в школе, и как потом легко все это дело давалось. Вот. Постепенное повышение планки тоже. Можно играть в игру с собой, можно поспорить с кем-то на деньги. Тоже отлично тренирует самодисциплину, потому что деньги не хочется, например, терять. Можно сделать вот еще публичное заявление. У меня здесь, по-моему, не написано об этом. Когда человек заявляет о том, какая у него цель, я хочу похудеть где-нибудь в социальных сетях, и уже как бы потом стрёмно пост удалять и облажаться. Вот. Важный момент. Если у вас был большой перерыв, для того, чтобы вы не чувствовали себя плохо, кто-то болел, когда вы возвращаетесь к тому, с чего вы начали, то нельзя, например, тренировку проводить на том же уровне интенсивности. Нужно снижать на несколько назад, потому что для организма это будет слишком большой нагрузкой. То есть если вы болели, например, две недели, то нельзя начинать с того же самого. Нужно вот немножко дать себе отдохнуть. Про срывы... А, про публичное признание написано. Ведение ежедневников тоже. Есть прикольная практика. Вот я сейчас её использую, 6 страниц по утрам просыпаюсь реально раньше и пишу 6 страниц для того, чтобы всё, что есть в голове, туда выкинуть. И как тренировка самая дисциплина, это тоже работает. Даже в маленькой какой-то части, когда вы себя тренируете, то это сказывается. Вопрос. Лена. А у нас сейчас перерыв будет потом? Да, у нас будет перерыв, который можно будет пообщаться с нами. Да, да. Ты представишь следующего? Сейчас я немножечко это попытаюсь подвести к концу. Да, вот. Почему я не худею? У меня здесь есть такая картинка. Потому что знать не знать, вот вы всё это знаете, но и делать, это разные вещи. Для этого необходимо что-то делать. Что делать, что-то делать. Вот. Я, в общем, заканчиваю, потому что меня это, наругает. Вот. Спасибо. Мы с вами, я предлагаю, если у вас есть какие-то вопросы, мы можем лично пообщаться. А сейчас я хочу представить вам нашего психолога. Я уже говорила, что у нас сегодня лекция длинная. Да, я начала про здоровый образ жизни. А скоро будет именно про работу гормональной системы, про женское здоровье. Я думаю, что это тоже будет очень полезно. Так что давайте останемся, послушаем. Вот. А сейчас, раз у нас перерыв, да, какое у нас время есть? Полчаса. А, полчаса, да вообще. Да, это было ощущение в это время. Вы успеете сделать чинографию с нами? Да, давайте. И поболтаем тогда. И можно поесть зефирки. А я хочу яблочко съесть.